Сегодня 1 мая, день международной солидарности трудящихся. Первый скажет, с какой исторической полки вы достали это слово? Второй подхватит, да-да, сегодня ведь солидарности нет никакой. Третий вопросительно пожмет плечами и что-то там промычит. А что тут такое вообще солидарность? А вот давайте мы с вами в этом разберемся. Для начала, дорогой наш зритель, я бы хотел задать тебе этот вопрос. Что такое солидарность? Как бы ты на него ответил? Предвижу такой ответ. Солидарность – это когда ты кому-то сочувствуешь. Но я бы хотел уточнить. Солидарность – это не просто сочувствие. Это активное сочувствие. Это когда в поддержку кого-то ты совершаешь какое-то действие. Или выражаешь это в словесной форме, если того требует ситуация. Взять, к примеру, наша власть. Помните, было такое дело Ивана Голунова. Полицейские подбросили ему наркотики. А затем на разных уровнях друг друга выгораживали. Хотя понимали, что делают они это по приказу, по принуждению. Но они все равно прикрывали своих. На разных уровнях люди давали интервью, делали какие-то заключения, фальсифицировали их. Но они делали это солидарно. На время мы отложим эту ситуацию, чтобы потом вернуться к ней и обсудить другую сторону этого дела. А сейчас давайте рассмотрим, как работает солидарность именно у трудящихся. В прошлом году в Финляндии, в соседней стране, была такая ситуация. В ходе перезаключения коллективного договора сотрудникам отдела сортировки почты Финляндии объявили, что им ухудшают условия оплаты труда, в результате чего их зарплата сократится примерно на 30-50%. Количество сотрудников отдела сортировки составляло всего 700 человек. Небольшое, казалось бы, количество в рамках целой страны. Но в ходе трудового спора, в ходе коллективных переговоров профсоюза представителями ассоциации так называемых работодателей не получалось прийти никакому консенсусу. Профсоюз почтовиков объявил забастовку. Спустя неделю этой забастовки результата достигнута также не было. Профсоюз почтовиков поддержали профсоюзы из других отраслей. Например, профсоюз ассоциации авиаперевозчиков прекратил сортировку почты в аэропортах. Забастовка моряков прекратила доставку почты на архипелаг. После этого профсоюз публичного сектора и благосостояния, а затем и профсоюз железнодорожников, также объявили забастовку и остановили свою работу. В результате соглашение было достигнуто, и новый коллективный договор был заключен без ухудшения условий для сотрудников отдела сортировки. Но и это еще не все. Из-за всех этих событий в отставку ушла сначала министр местного самоуправления и управления собственности, а затем и оппозиционные партии выразили вот он недоверие премьер-министру страны, который тоже подал в отставку. То есть из-за этих 700 сотрудников отдела сортировки почты забастовала вся Финляндия. И по оценкам аналитиков, ущерб для экономики забастовки солидарности составляли 350 миллионов евро каждый день. Чем тебе не пример солидарности? Или тебе этого мало? Тогда слушай другие примеры. Вова Вадима Большакова. Ну вообще, надо сказать, что солидарность – это такое чувство, чувство как раз сопричастности к твоему брату, к твоему соседу, по рабочему месту, к твоему коллеге, что если оно у тебя есть, и ты ему сопереживаешь, то движимое этим чувством можно вообще горы свернуть. И здесь есть просто такие действительно примеры общемирового масштаба, скажем. Вот представьте себе, в 1886 году в Америке на 1 мая были объявлены забастовки с требованием 8-часового рабочего дня. И на тысячах предприятий эти забастовки начались, начались огромные демонстрации. И вот в ходе всех этих событий на одном из заводов в Чикаго полиция расстреляла бастующих, пикетчиков. Четыре человека погибли. На следующий день на площади, на Сенной площади, хеймаркет по-английски, значит, произошел митинг солидарности с этими самыми рабочими, где произошло кровавое столкновение с полицией. В результате погибло там несколько полицейских, кто-то из толпы. И были огромные аресты, пытки, избиения, значит, активистов рабочего движения после этого. И семь человек, анархистов и активистов этих событий, были неправосудны, как потом выяснилось. Это признали официально через несколько десятилетий власти, сами американские, судебные власти. Семь человек были казнены. В знак солидарности с этими казненными и в знак солидарности с требованиями восьмичасового рабочего дня второй интернационал через два года объявил 1 мая днем международной солидарности. И после этого каждый год 1 мая начинались во всех странах, промышленно развитых, конечно, об этом речь, начинались огромнейшие забастовки и демонстрации с требованиями как экономическими, каждый там для себя что-то требовал на своем предприятии, так и политическими. И в первую очередь вот восьмичасовой рабочий день, там какие-то демократические свободы, там и так далее. И вот одним из результатов первомайских вот этих празднеств, ежегодных выступлений мирового пролетариата, собственно, явилось то, что сегодня восьмичасовой рабочий день – это в мире общепризнанная норма трудовых отношений. Вот один из примеров таких. Есть более скромные примеры, но они тоже невероятно, на мой взгляд, показательны. Вот, например, многие знают движение чертистов было в первой половине 19 века в Англии, когда огромная масса рабочих считали, что можно подачей петиции в парламент, то есть прошений с пунктами, на основании которых необходимо изменить устройство всей страны. Вот, они подписывали буквально миллионы подписей, собирали и передавали их в парламент. Так вот, все это движение началось с маленькой истории, когда в одной деревушке Талпадл в Англии несколько человек батраков организовали свой нелегальный профсоюз. Судья посчитал, что это заговор против законности и отправил их на каторгу. По-моему, шесть человек. И вот тогда рабочие английские впервые организовали сбор подписей под петиции с просьбой их освободить, а фактически это было требование. 800 тысяч подписей они собрали, стали проводить во всех городах манифестации. В результате на следующий год они были помилованы, освобождены и возвращены из каторги, из Австралии. И с этого момента началось движение чертизма, которое само по себе, оно не привело к изменению конституционного строя Великобритании, но оно привело к... Фактически была создана массовая база для мощнейшего профсоюзного движения в стране, которое для многих в мире до сих пор является образцом серьезным. Вот такие вот мощные, конечно, примеры этой самой солидарности. Они пока... Вообще все рабочее движение, оно вырастает из солидарности, состоит из солидарности и приводит к таким результатам, из которых вырастает новая солидарность. Вижу, твой скепсис не разбит. Ты сидишь и думаешь, что это же все за границей, у них-то менталитет другой. В России этого точно невозможно. Ну, Россия в этом смысле мало чем отличается от других стран, от остального мира. Тут не нужно заблуждаться. Если вот там крупнейший исторический пример взять, да, вот мы сегодня живем в условиях, значит, демократических, которые значительно урезаны событиями последних лет, конечно же, но тем не менее, это тот строй, основы которого были заложены в результате революции 1905 года. Тогда политические цели этой революции, народное представительство, то есть Государственная Дума, они, собственно, были достигнуты. Так вот, результат этой революции стал возможен потому, что на Путиловском заводе рабочие решили выступить в защиту четырех уволенных товарищей. Там, если поглубже в эту историю забираться, там их не четыре оказалось уволенных, точнее, они были наказаны, кого-то восстановили на работе, неважно, но товарищи за них вступились и организовали забастовку с экономическими требованиями на Путиловском заводе. Сначала Путиловский завод, это головной завод, сегодня Кировский завод, он известен как там акционерное общество, что это Кировский завод. Вот, на нем работало 20 тысяч рабочих, огромнейшее предприятие, и они обратились за поддержкой к рабочим других предприятий города. Питер тогда был столицей. Рабочие поддержали. И уже когда именно из чувства солидарности Путиловцы поддерживают из чувства солидарности своих товарищей, рабочие других заводов поддерживают Путиловцев, и тут администрация Путиловского завода идет на уступки. И согласно основные требования, в том числе вот этих четырех, восстановить, значит, в их правах, вот, согласно удовлетворить. И что делать Путиловцам? Вроде бы они основных требований своих добились, но их поддерживают товарищи. И тогда Путиловцы в знак солидарности с рабочими других заводов, у которых у всех тоже свои требования, продолжают забастовку уже с политическими требованиями. И там дальше это вырастает в огромную петицию общегородскую с сотней тысяч подписей, не подписей, вернее, а проголосовавших рабочих, организованных в собрании фабрично-заводских рабочих Петербурга и окрестностей, во главе со священником Гапоном, проходит гигантская манифестация, которая заканчивается кровавым расстрелом, кровавым воскресеньем 9 января 1905 года. И в знак солидарности с расстрелянными рабочими Питера начинаются забастовки в сотнях городов страны. Вот так начинается первая революция, которая создала такие базовые условия, которые, отзывы которых мы и сегодня, собственно, ну, в которых мы и существуем, вот в этих условиях. Конечно, значительно они видоизменились, это понятно. Ну что, начал происходить сдвиг сознания, но все равно остались сомнения. Вижу, возникают вопросы, типа того, что это все было давно и осталось там же. Может быть, есть сегодняшние примеры? Вот. Если мы возьмем какие-то наши примеры более близкие, исторические, да, то мне особенно здесь памятна забастовка на заводе «Форд» во Всеволожске. 27-дневная забастовка, когда, если не ошибаюсь, где-то 1200 или 1300 рабочих бастовали. Вот вы просто вдумайтесь. Вот сегодня мы думаем, что рабочего движения нет, профсоюзы ничего не могут, там рабочей солидарности, вот этого чувства локтя его нет. Ну как они могли бастовать 27 дней? 27 дней и ночей зарплату, какую они получали профсоюз, значит, сформировал стаичный фонд. И из этого стаичного фонда он там копил деньги перед забастовкой, но все равно было крайне недостаточно. И, по-моему, они получали, что ли, это две трети от тарифа во время забастовки. А семья-то, собственно, привыкла к обычному потреблению и к обычным тратам. И как сидеть неделю за неделей, причем неизвестно же, сколько еще дальше это будет продолжаться. То есть жены должны поддерживать своих мужей, дети поддерживать своих родителей в этом настроении боевом. И очень многие женщины там, жены и члены семей фордовцев, они себя показали самой, что ни на есть лучшей стороны. Действительно. Вот пример солидарности в семьях. Теперь этот стаичный фонд. Как его формировали? Фордовцы бросили клич с помощью Комитета солидарных действий, Конфедерации труда России, других различных организаций. И солидарные граждане, солидарные профсоюзы, политические некоторые организации просто скидывались, давали деньги. Кто-то там, там буквально, например, когда мы проводили акции солидарности, ну, например, мы блокировали дилеров, которые торговали машинами Фордов. И во время этих акций мы ходили, значит, с кассой, в которую люди, прохожие, бросали денежку. Какие-то там буквально смешные деньги. Но вот на круг все вот это вышло в несколько сотен тысяч рублей. Это, конечно, не решило проблемы с достаточным фондом, но, в общем, это помогло. На какое-то время там, на несколько дней, скажем так, оплаты бастующим, поддержки их, это помогло. Вот, пожалуйста, еще тоже солидарность. Теперь вот смотрите дальше. Значит, у нас в Питере есть несколько организаций, которые занимаются, ну, скажем, там, здоровым образом жизни, экологией, там, и так далее, и так далее. Вот они решили тоже поддержать, вегетарианцы там и прочее. Они привозили бесплатное питание туда. То есть они сами готовили за свои деньги все это, там, покупали продукты, организовывали, привозили и кормили бастующих рабочих, которые стояли в пикетах около завода. Вот солидарность сегодня наших россиян. Дальше. При заводе было подразделение компании Садексо. Это общественное питание, значит, столовая, кафе. Им заведовала, значит, вот эта французская компания Садексо. И там, в основном, женский коллектив, девчонки, кто-то жены фордовцев рабочих, кто-то члены семьи, но в большинстве нет. Они занимались бесплатной кормежкой бастующих. Точно так же. Прекрасный, на мой взгляд, совершенно пример. Что-то там, я сейчас, я еще что-то подзабыл, потому что вот таких проявлений солидарности было буквально, были буквально десятки. И когда ты с этим сталкиваешься, вот, что называется, непосредственно, да, видишь это своими глазами, а в чем-то сам участвуешь. Ну, это просто, это невероятно вдохновляет. И это еще убеждает меня в том, что мы русские нормальные, мы рабочие нормальные, солидарность у нас есть, просто нас трудно задеть за живое. Но если за живое заденут, то это, это как вспыхнет сухая трава. И, собственно, вот как революция пятого года, да, произошла. Ну, по большому счету, из какого-то, в общем, локального события. В других странах это тоже происходило. Я вот, очень похожий пример, это польская революция 1980 года. Сейчас я не буду о ней подробно рассказывать, но канва развития событий, она была вот буквально вот такая же, как с забастовкой путиловцев и январскими событиями у нас в России 1905 года. То есть эпохи разные, народы разные, а солидарность-то одна. И это, конечно, вдохновляет. Да, и здесь есть и прекрасные прошлогодние примеры. Это, значит, вот то, что Дима как раз сказал относительно Ивана Голунова. Вот кто это такой? Это не в обиду будь сказано, дорогой Иван, уважаемый Иван. В общем, вы были известны только в узкой среде журналистов. Причем, наверное, московских. Вы проводили расследование достаточно качественное, но широкой известности у вас и не было. И вот вам подбрасывают наркотики, вам пытаются помешать закончить свое расследование публикации скандальной, и за вас вписывается огромное количество журналистов, целые редакции, целые газеты выходят с номерами «Я, мы, Иван Голунов». И миллионы людей о вас узнают. Что движет журналистами, которые узнают о вас, может быть, многие впервые слышат о вас, но узнают вот о таком возмутительном факте, что представители власти некоторые, обалдевшие в своей безнаказанности просто, решают вас просто закрыть по совершенно вздорному основанию. Они вписываются в вашу поддержку. была, кстати, организована петиция вот тогда в поддержку Ивана, это был июнь 2019 года, за несколько дней подписались 184 тысячи человек. Это наша с вами страна, это наши с вами люди. Это, в общем-то, никакой политики, но это происходит. Во время летних протестов в Москве, я, кстати, на стороне протестующих, в этом смысле я совершенно солидарен с их требованиями, но моя солидарность в силу ряда позиций, в общем, она вынужденная, тогда была диванная солидарность, но все-таки. Так вот, я был, конечно, я пристально наблюдал за тем, что происходит, естественно, и что меня тоже поразило, это, значит, там была еще история с Павлом Устиновым, вот, актер Павел Устинов, тоже никому неизвестный, в общем-то, молодой парень, по-моему, он какое-то время даже в Росгвардии, что ли, это служил, ну, как-то был связан с полицией, и вот во время вот этих событий его хватают, он выходит из метро, ожидает там девушку, что ли, сидит, значит, в своем мобильнике, его хватают ОМОНовцы, валят его на землю, там волокут по земле, а потом еще приписывают ему нападение на сотрудников полиции, и пытаются его, значит, посадить, Павла Устинова, и вписываются актеры, причем такие, на которых я, честно говоря, рукой там давно махнул, там, не знаю, типа Максима Галкина, там, опять же, не в обиду ему будет сказано, вот, и многие другие известные лица, на которых я, в общем, ну, я телевизор практически не смотрю, я устал от всего от этого, да, но тут я их вижу в совершенно новом качестве, когда они поддерживают своих коллег, как они говорят, по цеху, да, значит, коллег по профессии по своей, и я начинаю понимать, что в нас, во всех, это все просто дремлет, просто не произошло еще такого, что действительно бы могло по-настоящему возмутить, и за что могли бы вписаться сотни тысяч и миллионы людей, но рано или поздно такое, конечно, происходит. Я не сторонник того, чтобы это произошло завтра, совершенно нет, но когда это произойдет, я буду такому рад. Ну что ж, теперь ты видишь, что солидарность не осталась где-то далеко в истории, она работает не только далеко за пределами нашей страны, она работает везде, независимо от географии или менталитета. Взять, например, ситуацию с коронавирусом. Сегодня от этой болезни умирает много людей, и власти, чиновники, будучи солидарны друг с другом, предлагают объявлять героями России тех чиновников, которые умирают от коронавируса. Мы же со своей стороны понимаем, что настоящими героями сегодня являются медики, которые на передовой жертвуют собственными жизнями ради жизни миллионов людей. Сегодня можно проявить солидарность следующим образом. Медицинские работники составили список погибших от коронавируса медиков. И сегодня мы можем провести следующую акцию. Если ты солидарен с работниками здравоохранения и считаешь, что именно они настоящие герои сегодняшнего момента, сделай следующее. Поучаствуй в карантинной акции. Опубликуй на своей странице в соцсетях пост со словами того, почему ты считаешь, что они герои. Добавь следующий хэштег, а также добавь ссылку на список погибших медиков. Да, возможно, этого будет недостаточно, но это именно то солидарное действие, которое мы можем сделать сегодня в этот день. С праздником! Днем солидарности трудящихся! 보내주шим! Продолжение следует...